Какие дети в группе риска? Риска по развитию сахарного диабета первого типа? Есть определенные факторы, которые предрасполагают к развитию сахарного диабета. Мы занимаемся такими семьями. То есть есть семьи, в которых заболел один ребенок, и через какое-то время заболевает второй ребенок. Или, например, там болен папа, и заболевает ребенок в семье. И вот на таких семьях, они называются ядерные семьи, проводится очень много исследований, и открыты факторы предрасположенности к этому заболеванию. Поэтому те семьи, в которых есть уже ребенок, мы можем их обследовать и с той или иной долей вероятности сказать, высокий или низок риск заболеть второму ребенку. Наверное, важно не пропустить момент начала развития. Да, вы совершенно правы. Существуют совершенно четкие симптомы, которые могут нам подсказать, что заболевание... Да, вот здесь возникает очень важный вопрос. Что важно не пропустить родителям? Потому что даже если родители очень трепетно относятся к ребенку, вакцинируют его вовремя, напоминаем про вакцинацию от гриппа. Но в общем и целом у нас же не только инфекции могут стать триггером, но и какие-то другие моменты. На что должны родители обращать внимание? И в какой момент стоит записаться вместе с ребенком на прием эндокринолога? Очень простые симптомы. Ребенок начинает много пить, потому что у него повышается уровень сахара в крови. И таким образом компенсируется. Ребенок как бы разводит эту кровь. И, соответственно, начинает много ходить в туалет. У него повышен аппетит, но при этом он очень много кушает. То есть повышенный аппетит и похудение, повышенная жажда. И очень важно обращать на это внимание, особенно в летние месяцы, летом, когда ребенок и так много пьет, жарко. И вот важно не пропустить этот момент. Поэтому летом всегда чуть-чуть запаздывает диагностика, потому что бегает, худеет, катается на велосипеде, пьет. И вроде бы ничего опасного. Важно помнить, что дети тоже болеют с сахарным диабетом. А если ребенок совсем маленький, как понять, что он часто бегает в туалет, если он, например, грудной? Да. Многие дети у нас сейчас в памперсах. И очень трудно взвешивать памперс. Поэтому первыми симптомами является капризность ребенка. Постоянная, если он на грудном вскармливании, то после того, как мама его покормила, он все равно проявляет желание еще приложиться к груди, беспокойство, сонливость. Раньше, когда не было памперсов, это были липкие сладкие пеленки, что было более просто сейчас. Но любое беспокойство ребенка и похудение при обычном питании, даже при повышенном питании, следует обратить на это внимание. И очень просто померить сахар крови с пальчиком. Вот если ребенок уже чуть постарше, какие изменения в поведении должны насторожить родителей? Может быть, раздражительность или какие-то другие проблемы? Наоборот. Ребенок становится усталым, если он заболевает диабетом, а диагноз еще не поставлен, ему хочется спать, прилечь. Ну, опять же, он часто бегает к холодильнику и просит покушать и попить. Но это слабость. Это не раздражительность, а это слабость, утомляемость. Да. А вот есть какие-то скрининги, специальные обследования для детей, которые должен пройти ребенок, тем более у нас все сейчас родители достаточно тревожные. И вот для того, чтобы им, может быть, в некоторой степени успокоиться, да, и понять, что моему ребенку ничего не угрожает. Что это за скрининг, что это за обследование, каков их порядок, в каком возрасте это стоит делать, у каких врачей? Да. Скрининга на сахарный диабет в нашей стране нет, как, собственно, нет и во всех других странах мира. Но в нашей стране есть нанотальный скрининг, который проводится всем детям на третий-четвертый день жизни. Берется капелька крови из пяточки и определяются определенные вещества в этих пятнах крови. И на сегодняшний день проводится скрининг на пять заболеваний, два из которых эндокринных. Это врожденный гипотирез и врожденная дисфункция коры надпочеков. Кроме того, это галактоземия, муковисцидоз и фенилкетонурия. Но на следующий год правительство запланировало расширение программы нанотального скрининга и будет скринироваться уже более 30 заболеваний, включая нынешние пять. И вот, например, спинальная мышечная атрофия, о которой сейчас очень много говорят, она тоже будет входить в программу нанотального скрининга. В рамках сахарного диабета все-таки оставляем кровь из пальца. Если возникают какие-то вопросы, берем у ребенка кровь из пальца, тогда делаем выводы и записываемся к врачу. Сейчас в очень многих семьях имеются глюкометры, имеются бабушки, дедушки, у которых сахарный диабет второго типа. И, в общем-то, измерить кровь из пальчика ничего не стоит. Либо пойти в поликлинику. Это очень быстрый метод. Как правильно компенсировать диабет, чтобы максимально предотвратить осложнение? Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Для того, чтобы максимально отодвинуть и предотвратить осложнение, необходимо держать гликемию, как говорят врачи, или нормальный уровень сахара в определенных пределах. То есть он должен быть до еды и после еды в приелах от 5 до 10 ммоль на литр. И чем больше, чем, называется у врачей, время в целевом диапазоне, то есть чем большее время в течение суток сахара находится вот в этих пределах, тем мы на более долгий период отодвигаем развитие, а то и предотвращаем развитие осложнений сахарного диабета. Есть ли какие-то школы для родителей, где они могут обучиться, как правильно это делать, мониторировать, проверять? Да, спасибо огромное за вопрос. Это очень важно. Потому что мы называем лечение диабета управление своим заболеванием. То есть и ребенок, и его родители, или те, кто находится рядом с ним, должны знать про сахарный диабет достаточно много. И с момента манифестации заболевания, когда ребенок только заболевает, во всех стационарах у нас существуют так называемые школы для пациентов и их родителей с сахарным диабетом, где на первом этапе, когда только ребенок заболел, рассказываются какие-то самые общие вещи, которые необходимо знать для того, потому что через 7-10 дней ребенок оказывается дома один на один с родителями, и они должны уже практически все уметь. Через 6-8 месяцев, через год необходимо эту школу повторять, потому что семья уже привыкла жить с этим заболеванием, у нее появились вопросы, и, так скажем, они поступают уже не в первый, а во второй класс, и обучение продолжается. Это обучение как и врачи, так и семья должны продолжать всю жизнь. Появляются новые лекарства, новые гаджеты, новые возможности для управления диабетом, и мы радостно с этим делимся.